Каждый год жители и гости Соловьенного края ждут это событие как праздник. И вот сейчас можно сказать, 22-я Курская коренская ярмарка открылась. С раннего утра бесконечным потоком сюда едут люди. Сделать необходимые покупки, заключить деловые соглашения и просто хорошо провести время. Очень душевно, атмосферно. Прям вот дух России, он весь сегодня здесь. Официальный старт ярмарки на главной сцене дал губернатор Роман Старовойд. Он поприветствовал курян и гостей из разных регионов России, а также Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Это прекрасная возможность нашим предпринимателям, хозяйствам представить свою продукцию. Я поздравляю всех с праздником и объявляю ярмарку открыто. Глава региона осмотрел экспозиции в выставочных павильонах. Здесь без преувеличения можно найти все. От угощений к столу до новейших разработок в сфере IT, строительства, медицины и многое другое. Косари-механизаторы «Дояра». Именно от этих людей зависит благополучие агропромышленного комплекса региона. По традиции, свое мастерство, владение профессией они показывают здесь, на Коренской ярмарке. Сельские труженики соревнуются в разборке и сборке доильного аппарата, на скорость косит траву и преодолевает змейку на тракторе. Одними из самых зрелищных стали соревнования механизаторов. Участники проезжают по сложной трассе с прицепленным грузом. Победит тот, кто сделает это быстрее остальных. Трасса у нас всегда одинаковая. Проехать надо змейкой. В чем сложность, самое главное? Сложность, самое главное, не потерять груз. Пока механизаторы поднимают клубы пыли, на специально подготовленное поле вышли 22 косаря. 18 мужчин и 4 хрупкие женщины. Участники должны выкосить участок 10 на 10 метров. Главное сделать это быстро и качественно. Чтобы косить траву вручную, недостаточно физической силы. Нужна и определенная сноровка. Труд действительно колоссальный. Работа нелегкая, тем более в такой знойный день. Но опытным косарям не привыкать. Многие освоили ремесло еще в детстве. Если ты вырос в селе, и ты просто чувствуешь этот запах, чистоту, я привык к косе. Опыт у меня большой. Все детство, раньше бензокоскос не было. Мы у папы две девочки. Косить надо, хозяйство большое. Мы всегда с ним косили, поэтому опыт есть. Практика нужна и в конкурсе дояров. Участвуют 15 женщин и один мужчина. Задание для участников – сборка, разборка доильного аппарата, имитация доения коровы. Справиться с этим нужно за 10 минут максимум. Победители конкурсов получили кубки и ценные призы. Этим моделям не нужны строгие диеты и идеальная походка. Самое главное – давать много молока и оставаться неотразимы. Впервые в истории коренской ярмарки проходит необычный конкурс «Курская буренка». За звание самой молочной коровы нашего региона будут бороться 23 рогатых красавицы. Принимают участие в конкурсе коровы молочных пород трех отелов и старше. Обязательные условия. Каждая из участниц должна была дать более 5000 кг молока в личном подсобном хозяйстве и более 9000 на сельхозпредприятии. Оценивать животных жюри будет по нескольким критериям. Оценили особенности экстерьера, интерьера, продуктивных качеств животного и пришли к выводу, что победителем у нас являются 4 головы. На первое место были претендентки. Но так как они были одинаковы по баллам, им было принято решение сделать жеребьевку. Все-таки кто же из них будет победителем. И у нас получил главный приз, глава крестьянско-фермерского хозяйства Черкашин Александр Николаевич. Многие участники подошли к конкурсу с креативом. Белая фата, свадебные бубенчики, цветочный венок. Корова-милка из Зульковского района выглядит как настоящая невеста. Необычный образ покорил всех присутствующих. Добрая, хорошая, немножко шубливая. Милке 2 года, но она получается вторым отелом у нас. Вот она недавно отеленная, два месяца как появилась. Я шла на работу, я ее раздаивала с первого отцова. Это моя первая группа получается. Рогатые модели, кажется, и не волнуются перед строгим жюри. Оценил курских буренок губернатор Роман Старовой. Мы увидели, насколько живой интерес у зрителей этот конкурс вызывает. Конечно, это один из способов поддержать наше крестьянско-фермерское хозяйство. Конечно, это один из способов популяризировать работу на селе. Ведь молочное животноводство традиционно для нашего региона. Разнообразием тракторов, комбайнов и комплектующих радует и выставка сельхозтехники. Представлены не только импортные, но и машины отечественного производства. В этом году посетителям ярмарки показали больше 200 единиц техники. Говорят, если погладить животное, в организме поднимется уровень окситоцина. Это гормон любви. Так вот, осторожно, на Курской коренской ярмарке он может зашкалить, ведь здесь организовали настоящий живой уголок. Здесь можно посмотреть на домашний скот и птицу. И даже приобрести, если очень захочется. Ну вот привезли на выставку две породы. Вот это у нас 50% комори, 50% нубика. Ну как бы стопроцентный папа и мама. А это у нас стопроцентная девочка нубичка. А крас у нее мраморный, но лунопятнистый считается вообще у нее и мама, и папа. Все лунопятнистые, красивыми пятнами. Она такая космическая девочка. Да, две сестрички они одинаковые. Ну вот одну мы привезли на показ. Как их зовут? Это Венера, это Риана. Заводчики, любители со всего Черноземья, представили здесь коз, овец, бычков, птицу и даже нутрию. Зверь вообще-то интересный такой-то. Он приучается хорошо. На кличку отзывается. Когда он хозяина знает, приученный, на руки можно обратно не пусается. Но больше всего здесь кроликов. Среди пород калифорнийские, бельгийские, немецкие пестрые. В общем, целый контактный зоопарк. Пойду и их поглажу. Яма с грязью, покрышка, сетка и еще семь испытаний на силу, прочность, выносливость и крепость командного духа. Да-да, вы все правильно поняли. Речь идет об одном из самых зрелищных событий в Курской корецкой ярмарке – тропе «Богатыря». Я желаю всем победы. Хотя, конечно, уже только участие в этом сложном испытании – это уже победа для каждого из вас и для команд в частности. Вообще, участвуем первый раз, в принципе. Поэтому решили попробовать свои силы. Выставились. Вот, посмотрим, на что способны. Уже план есть, уже все прошли, уже все посмотрели, распределили, что как. Я думаю, победа будет за нами. Здесь ударить лицом в грязь не стыдно, а наоборот, очень даже приветствуется. Почему? За отказ от испытания команда ждет 10 минут штрафа от общего времени. Поэтому прыгать в грязевую ванну или перелазить через вертикальные заборы хочется очень сильно. Да, побыстрее. Давай, экипаж, может? Давай, давай, давай. Богатырскую проверку на прочность проходит 26 команд, по 4 человека в каждой. Непередаваемые эмоции от полосы препятствий. Но в целом мы прошли, и в целом даже с нормальным временем, думаем, выйдем в финал. Самых сильных, смелых, быстрых и, конечно же, сплоченных ждут на финише заслуженные награды, медали и кубки. Бульская, Каменская, Ярмург! Одна из самых популярных локаций Курской Кренской ярмарки – поезд здоровья Курской областной многопрофильной больницы. С самого утра у него дежурит оживленная очередь. Еще бы, ведь здесь можно бесплатно пройти качественное медицинское обследование. А это консультация врача-кардиолога, ЭКГ и УЗИ сердца, флюорография, измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, гинекологическое УЗИ. Поезд здоровья – это губернаторский проект. Он стартовал 12 апреля этого года. За это время прошло 24 выезда. Обследовано более 2000 человек из 8 районов Курской области. Результаты действительно очень серьезные. Результаты впечатляют, честно говоря, даже медиков. Потому что мы реально спасаем жизни посещением этого поезда здоровья. У нас были обращения пациентов, когда им требовалась экстренная госпитализация. Так, два случая инфарктов, прединфарктных состояний было сразу. Пациент направлен из поезда здоровья в региональный сосудистый центр. Экстренной госпитализации всего было более 50. Это и повышенный уровень сахара, и повышенное давление некорригируемое. Также много было дано направлений на плановую госпитализацию к специалистам областной больницы. Чтобы обследоваться на ярмарке, необходимо иметь при себе паспорт по лесу и снился. Стоит поторопиться, поезд здоровья работает до 15 часов. Развлекательная программа 22-й Курской коренской ярмарки получилась не только очень яркой и насыщенной, но еще и очень вкусной. В местечке Свобода творилась настоящая вареничная феерия. Здесь впервые прошел конкурс по поеданию самого любимого и популярного славянского блюда вареников. У нас есть победитель! Второе место! Второе место! И кто за нас будет третий на пьедестале? Для чемпионата организаторы заготовили 400 вареников с картошкой. 10 участников за полторы минуты должны были съесть порцию из 40 вареников. Дружище, вкусно! Иди к нам! А кто вам помогло, во-первых, тебе? Наверное, опыт. Стаж. Стаж уже достаточно большой. Здесь ребята помоложе. Вы заняли второе место. Как сложно было? Да нет. Это все было легко. С утра не поел. Наоборот, самое то было. Вареников поел. Вкусные. Ну а самому юному участнику конкурса вручили специальный приз. Парень даже после огромной порции вареников остался голодным. Вот тебе, лапочка, еще специальный приз. Вареники – это, я знаю, самое популярное блюдо у славян. Самая яркая и душевная часть ярмарки – это, конечно, мастеровой проспект. Здесь собрались умельцы со всей Курской области и других регионов. Традиционные промыслы и ремесла представили около 130 мастеров. Здесь и дагестанская чеканка, и архангельская береста, и изделия из ракушек гостей из Мариуполя. И, конечно, курская. Керамика, лозоплетение, лоскутное шитье, роспись по дереву. Красиво, натурально, уникально – товар для настоящих ценителей. Свою продукцию представили и особенные мастера Курского инклюзивного центра «Дышим вместе». Молодые люди с ментальными нарушениями успешно продолжают традицию суджанского изразца. Чедро, красочно, гостеприимно. Участники и гости Курской и Кренской довольны. Ведь ярмарка – это не только про торговлю. Это про обмен эмоциями и опытом. Редактор субтитров А.Семкин